Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вот вы знаете, сижу я сегодня такой себе дома, там абсолютно миролюбивый, нетоксичный, ничего не предвещает беды, как тут Мне пишет Ангел Касада и скидывает переписку Я сразу, так знаете, немного всполошился, подумал, хм, блять, чё там такое происходит Так, мелько пробежавшись по переписке, я нихуя не понял Понял только то, что какого-то GTA-самп-ютубера, то ли начинающего, то ли не начинающего, то ли не GTA-самп-ютубера Ну, в общем, кого-то кинули на бабки И я особо тогда не вчитывался в данную переписку И Ангел Касада такой ещё пишет, блять, посмотри, чё делают эти черти Это просто, блять, пиздец Я открыл, там был где-то канал, где-то и так далее и тому подобное Я захожу на канал и, блять, оказывается, что, сука, на данном канале, который кинул человека Около 18 тысяч подписчиков Давайте для начала, вот перед тем, как начать вам всё это рассказывать, свою тираду и так далее Я бы хотел вам показать полностью всю эту переписку, ну, такой, знаете, в ускоренном темпе Кому надо, останавливайте, читайте, замедляйте видеоролик и так далее И просто почитайте данную переписку Потому что я сейчас не думаю, что есть какой-то смысл терроризировать вас с этой перепиской Думаю, что Ангел Касада как-то поподробнее разберёт вот данную переписку Там каждый случай и так далее, да, и то не факт, да и переписка в данном случае не играет никакой роли Господи, напишите там мне, напишите Ангел Касада, мы вам эту переписку, блять, перешлём Можете потом с ней всё, что угодно делать и так далее и тому подобное И вы знаете, то есть человек заказал рекламу на определённое время То есть всё договорились по срокам и так далее И вот оказалось, что человек, вот, ютубер не выполнил заказ в срок И когда человек попросил деньги, то есть назад, за то, что реклама не была сделана в срок И как бы не удовлетворяя требованиям и так далее и тому подобное Человек попросил деньги назад И сначала наш дорогой, вот, GTA-самп ютубер Не знаю, можно ли его так называть, да, наверное, можно Ну, наверное, будет проще назвать его как-нибудь там, я не знаю, нейтрально По типу хуесос или пидорас или наподобие того И вы знаете, он такой, типа, сначала отнякивался, мол, блядь, что-то денег на киви вообще нет, пиздец Не смогу тебе вернуть, а потом просто говорил, что, типа, ну, бля, ну, возврата денег у нас нету Ну, вот так вот То есть сначала у меня не было денег, а сейчас деньги есть, но возврата средств, тем не менее, нету То есть морозил его как только мог Но стоило написать ангелу касады, как чел сразу всполошился Но сначала он, так знаете, не особо охотно читал Предложил даже, блядь, деньги поделить украденные, сука, деньги Причем, знаете, не пополам, а какая-то третья, четвертая часть от всего Я думаю, это не имеет особого значения, так или иначе Он, ангел, было бы странно, если бы ангел касада, блядь, взял эти 100 рублей Просто закрыл внимание на всю эту происходящую хуйню и так далее И вы понимаете, дело тут даже не в деньгах, на которые наебали человека Дело вот в самом отношении Если GTA-самп-ютуберы будут понимать, что можно вот так вот спокойно наебывать своих начинающих коллег Не возвращая им деньги, не делая заказанную рекламу То просто будет полнейший пиздец Вы, в принципе, как вот начинающий GTA-самп-ютубер не сможете заказать у кого-либо рекламу Кроме, там, меня, Сергея Сорокина, там, я не знаю, Лучеги, Кейкняша, там, Ангела Касада того же То есть, кроме вот нас, вы ни у кого больше не сможете заказать рекламу без опасности в том, что вас кинут Если будет вот такая вот хуйня происходить и будет она, сука, оставаться безнаказанной Просто, блядь, будет вот все происходить именно так То есть, чел, блядь, настолько охуел, что пишет, блядь, Вове Ангелу Касад Типа, бля, мне лень читать твою переписку, ну давай вот как-то так поделим деньги и так далее Дорогие мои друзья, дорогие мои ребята и так далее Все, кто смотрит данный видеоролик, все, кто, там, ютубер или какой-нибудь паблик, группа, там, во Вконтакте Неважно, то есть, перед тем, как, блядь, заказывать рекламу у GTA-самп-ютубер Посмотрите, пожалуйста, что он, блядь, такое снимает Потому что, ну ладно, ладно, возможно, у этого чувака было не так понятно, что он вас наебет Ну вот, допустим, там, я не знаю, посмотреть того же Брулева, там, или еще кого-то То есть, тут сразу будет понятно, что человек вас, сука, наебет без возможности хоть как-то там оправдаться, акклиматься и так далее Без возможности какой-либо возврата денежных средств и так далее То есть, да, но в данном случае, то есть, как сам говорит человек, смотрел вот данного ютубера с самого начала Он вот так вот наебывает, блядь, оказывается То есть, я не знал, вроде как реклама выходит и так далее Но, оказывается, все вот так вот И, блядь, я не понимаю, серьезно, так сложно сказать несколько секунд, сука, о канале в начале Но вы знаете, они не делают рекламу не потому, что это как-то трудно и так далее Хотя нет, это, наверное, для них все-таки трудно Это типа лень сказать, блядь, в начале ролика несколько, там, секунд о канале другого человека Лучше, блядь, просто не выполнить рекламу Ведь все равно за человека никто, блядь, не вступится Серьезно Вот, то есть, серьезно И, блядь, эти люди, они настолько уверены в своей безнаказанности, что, блядь, это сейчас Допустим, данный ютубер наебал на 290 рублей Но, допустим, завтра он наебет уже кого-нибудь на 500 рублей, на 1000 рублей Да и не обязательно этот ютубер А просто, когда ютуберы видят, что можно наебывать И это, блядь, остается безнаказанным То, блядь, все будут наебывать абсолютно точно И в скором времени, блядь, ни у кого нельзя будет купить рекламу Вы просто вот это вот, блядь, самое главное поймите Именно поэтому, сука, нужно поднимать общественный резонанс Нужно, блядь, делать все, что угодно Нужно делать так, чтобы, блядь, кидание на деньги порицалось, блядь, общественностью Как, допустим, кидание страйков или наподобие того Потому что сейчас, типа, человек кинул Ну, кинул и кинул, типа Ну, значит, на это, наверное, была какая-то причина Там, допустим, семью кормить, там, нечем Ипотеку платить нечем, там, и так далее Кредиты, блядь, платить нечем Была на это, значит, какая-то причина Поэтому человек вынужден, видимо, наебывать, блядь, других людей Абсолютно в этом никак не виновных на деньги Серьезно, блядь Вот именно такая логика у большинства GTA-сампьютуберов И, естественно, блядь, естественно Каждый GTA-сампьютубер очень сильно волнуется за свое вот это, вы знаете Я не знаю, как это назвать Рабочее место И лишний раз влезать в какие-то конфликты и так далее Он не будет Как, допустим, тот же Тофик Дипсайз Вот у меня был обзор на Тофика Дипсайза И он никак его не прокомментировал Никак не отдает Это самый большой обзор на моем канале 40, блядь, минут Просто вот так вот разбор Все, что он сделал, это накрутил дизлайки Это все, что он сделал, сука Потому что ему очень досадно Будет потерять свое какое-то, знаете ли, рабочее место Как и всем остальным GTA-сампьютуберам Просто из-за какого-то, блядь, малейшего конфликта Не из-за их распиздяйства Хотя это тоже так или иначе входит в то, что они все проебут А вот просто из-за какого-то малейшего, блядь, конфликта Гораздо проще всегда это просто Никак, сука, на него не отреагировать Но, блядь, не в данном случае Поэтому поднимайте, пожалуйста, общественный резонанс Блядь, все, кто подписан на этого человека Вдруг мало ли подписан на этого человека Советую отписаться, советую поставить дизлайки и так далее Дизлайки видеоролик не особо-таки продвигают Они, наоборот, его, блядь, топят Просто, блядь, все продвижение на корню срубается Хотя тут тоже такой Ну, хотя бы человек, вот понимаете Вот эти вот все проявления социальной активности По типу подписок, лайков, дизлайков, просмотров И негативных комментариев Они очень сильно влияют на автора Тем более на такого Вот просто человеку написал, блядь, ангел Касада Он уже, блядь, весь задрожал и не знал, что ответить Потому что в самом деле GTA сам ютубер настолько охуели И думают, что в будущем Везде всегда это будет оставаться безнаказанно Но, блядь, вот чем больше подобных ситуаций Там с гантелей Вот с этим человеком и так далее Тем лучше для всех нас Освещайте данные темы где хотите Как хотите При помощи постов При помощи видеороликов на ютубе и так далее То есть, что, блядь, что хотите, то и делайте Понимаете? И этим самым вы очень сильно поможете Тем более, блядь, я, да и я думаю Ангел Касада без проблем сможет репостнуть ваш ролик Если вы там хоть более-менее как-то будете говорить конкретно Либо просто рофлить Но на данной теме, я думаю, лучше не рофлить Потому что это в самом деле очень серьезно И дело не в сумме денег Опять же, повторяюсь, на которую кинули или кинут Это абсолютно не важно Хоть, блядь, наебали на 1 рубль Хоть на миллион, блядь, рублей Это равносильно, это равнозначно, блядь Факт в том, что человек просто наебал А уж на какие деньги Это абсолютно не важно Вот факт в том, что человек, блядь, кидалов Вор, мошенник и так далее Абсолютно все, блядь, эпитеты можете Применять к данному человеку Прилагательные эпитеты, блядь, все что угодно Можете применять, блядь, к данному человеку Просто, чтобы он понял, чтобы он раскаялся И вернул деньги Выход из данной ситуации очень простой Вернуть деньги Да хотя я думаю, что человеку, который заказывал рекламу Они уже не особо такие нужны Просто обидно Обидно за то, что человека Которого ты смотришь с самого начала Вот его канала Он вроде как развивается Вроде как все делает нормально Поначалу он такой весь отзывчивый Хе-хе-хе, подписчики Хе-хе-хе, блин, подписывайтесь на канал Ставьте лайки Там 50 рублей за комментарий Там Жоба моей мамки За подписку и так далее Том подобное Там тем более дядьки Там 10 на лайк Опять на подписку и так далее И, блядь, вся вот эта вот Прочая мишура Вся эта хуйня, блядь Это все полнейшее прикрытие Для того, чтобы в будущем, блядь Их никто не выебал За какой-то обман и так далее Но в данном случае Это не должно вот просто так Оставаться без какого-либо внимания Я призываю всех Людей, кто не безразличен и так далее Вот как-то высказаться на данную тему И не обязательно вот Именно про этого человека А вот именно про тему кидалого, блядь И так далее и тому подобное Потому что просто так Оставлять это, блядь, нельзя Вот ты просто оставишь это просто так Сегодня наебали, блядь, ты этого человека Завтра тебя Завтра твоего брата Завтра уже твою мать, блядь Это, конечно, я немного гиперболизирую Блядь, утрирую и так далее Но так или иначе Это так, блядь, работает Если сам ютубер Будут видеть безнаказанность Что это нормально Что это, блядь, в принципе, в почете Никто за это не порицает То, в принципе, все так и будут делать В общем, ладно Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok